Привет! Приветствую! В прямом эфире с вами Елена Литвиненко и сегодняшняя наша тема «Как подготовить публичное выступление». На первый взгляд кажется, что в этом нету ничего особенно сложного. Правда же? В прошлый раз я уже касалась этой темы. На первый взгляд кажется, что самое главное подготовить речь, то есть текст, который вы будете говорить. И дальше, что называется, хоть трава не расти. Начинающие ораторы точно именно так и думают. Особенно, которые раньше никогда не выступали. Выступление на видео, выступление онлайн, выступление перед живой аудиторией. И кажется, что, ну, выступление онлайн тут одни правила, а выступление перед живой аудиторией тут совсем другие правила. Тут, как говорится, различие только одно – технические средства, да? То есть мало подготовить текст речи. Вот, к примеру, буквально на днях я смотрела фильм. Он и она новый фильм 19-го года, в котором главная героиня должна была выступить с презентацией по своему предмету, по биологии. Они там делали какие-то исследования. То есть она по специальности, собственно говоря, лаборант, исследователь, биолог. И когда она слышит, что в совете директоров, которые будут ее слушать, 30 человек примерно, это буквально таки приводит ее в ступор. То есть, по сути дела, она абсолютно к этому не подготовлена. Когда ей предлагают это сделать, у нее глаз такой настороженный, скажем так. Она никак не может с этой речью справиться. И что мы видим? Как она к ней готовится? Она открывает ноутбук, она выписывает какие-то слова, она составляет какие-то схемы и потом говорит, делится впечатлениями, что я почему-то никак не могу выучить наизусть эту речь. У меня это плохо получается. В итоге, когда она ее произносит, тут, что называется, все как в кино. Вы же знаете, да, что, к примеру, ну вот много таких мифов, которые возникают у нас, когда мы смотрим фильмы. К примеру, очень часто используемый кадр, который используют многие, когда кто-нибудь там из героев стреляет в замок, и он разлетается, открывается. На самом деле, есть такие люди, которые, что называется, развеивают мифы. И сколько бы они ни пробовали, этот трюк у них не получается. Вот это то, что называется, как в кино. В итоге героиня выходит и рассказывает совсем не то, что она написала, и рассказывает так браво, живо, хорошо, ничего не забывает, обо всем говорит, лицо, глаза сияют. Ну, как будто бы она это репетировала неоднократно. Но в фильме не показывано, чтобы она как-то там репетировала, специально там пришла, посмотрела, где она будет выступать. А все эти моменты, они играют большую роль, хочу вам сказать. Если вы выступаете перед живой аудиторией, то обязательно при подготовке придите в то место, где вы будете выступать. И посмотрите, нет ли ступеньки к тому месту, где вы будете выступать. Как настроен микрофон? Если вы собираетесь заглядывать в тензисы, то, насколько хорошо освещено то место, где вы положите свой планшет с тезисами. Вот эти моменты, а в варианте онлайн, соответственно, технические средства, ну, просто непроизвольно совершенно выходят на передний план. Если нет интернета, если нет, хорошие картинки, если плохое освещение, если вас плохо слышно, то всё. Как бы вы хорошо не готовились, но ваша площадка, ваше место для выступления, оно не готово. Так что при подготовке публичного выступления помните, что текст – это только, скажем так, одна пятая, а может быть, даже одна десятая от всего подготовительного процесса. Я вам расскажу ещё один случай, который произошёл непосредственно со мной. Я выступала, что называется, прямо с колёс, да. Мы приехали на выездной спектакль, когда я работала в театре, и сцена была деревянная и, скажем прямо так, уже далеко не новая. Вот. Я была в туфлях на каблуках, по роли, как говорится. Вот. И в определённый момент, когда я бодреньким шагом шла туда, где мне нужно было, я вдруг понимаю, что мой каблук застрял между досками. Там была щель, и каблук застрял. Хорошо, что у меня достаточно развитый голос, и я начала говорить прямо оттуда. У меня была партнёрша, моя подруга, она подошла ко мне поближе, она не понимала, почему я остановилась именно там, но тут нужно было соблюсти ещё одно золотое правило, которое нужно соблюдать при публичном выступлении. Оно называется примерно так. Хорошая мина при плохой игре. И это абсолютно не имеет, как говорится, отношения к взрывоопасным веществам. Нет, нет, нет. Мина в данном случае происходит от... Подразумевается, да, это второе значение этого слова. Это вот выражение вашего лица, да. Нужно делать вид, что как будто бы ничего такого не произошло. Это не значит, что тот, кто на сцене, не должен замечать явных каких-то неполадок, да. Но, тем не менее, сцена идёт, спектакль идёт. И, конечно же, было бы неловко и совершенно неуместно, да, это бы сорвало, что называется, впечатление у спектакля, начинать какие-то манипуляции с туфлями. Я встаю. И я работала в музыкально-драматическом театре. И в тот момент, когда у моей партнёрши начинается песенка, это был спектакль «Золушка». Я играла фею, подруга моя играла «Золушку». И когда у неё начинается песенка, она начала петь, всё, внимание переключилось на неё, диалог наш завершился, но я всё-таки продолжаю стоять на сцене. К счастью, у меня было длинное платье, и я этим моментом воспользовалась, аккуратненько раскачала свой туфель, и благополучно каблук освободила. О чём это говорит? О том, что я не подготовилась достаточно. Я не прошла этот путь, который должна была пройти на спектакле, перед ним. И попала вот в такую неловкую ситуацию. Выпуталась, да, но её же можно было избежать. Можно было и другую траекторию, как говорится, наметить. И вот с тех пор для меня вот эта история, да, о каблуке, застрявшем в щели, половой щели, да, вот, она для меня, всё время и в памяти её специально держу, для того, чтобы не забывать проверять какие-то моменты. Вот, кроме того, помните, как-то я уже разговаривала об инструментах оратора. И инструменты оратора – это совсем не презентация, и это совсем не текст. Нет, инструменты оратора – это то, чем оратор обладает, да, то есть, собственно говоря, он сам, а точнее, его взгляд, его речь, его голос, да, то, как он звучит, то, как он посылает звук. Ну и немаловажное – то, как он выглядит, да, то, как он стоит, осанка, его вот невербальные сообщения – вот, что является инструментами оратора. Ну и немаловажно, как говорится, манера речи. Её ещё называют подача. Подача, да? То есть, чёткая ли речь, какой темп речи, святятся ли, как говорится, искрятся ли глаза, увлечён ли человек тем, о чём он говорит. Вот это такие моменты, которые очень важны для подачи. И тут прям даже хочется процитировать кого-нибудь известного, великого, кто говорил об этом ещё пару веков назад. Ну вот мне попалась хорошая очень цитата Георга Кристофа Лихтенберга. Это немецкий мыслитель, учёный и публицист. И вот он говорил, что в конечном итоге важность хорошего выступления очень зависит от того, от манеры произнесения. Это как кофе. Если вы будете пить его из стаканов для вина, то это будет скверное, очень скверное питьё, как он выразился. Да, оно, как говорится, не отравленное, оно съедобное. Пить его можно, но получите ли вы удовольствие какое-то, когда пьёте вот кофе из стакана? Ну, это, как говорится, столовский вариант. Вот так и публичное выступление. Нужно всегда понимать, как ты выглядишь, как ты говоришь, каковы твои инструменты оратора, и учитывать манеру того, о чём ты говоришь. Не только что, но и как соответственно. Поэтому, если вы думаете, что у вас как в кино всё получится, вот, написали речь, почитали её, и всё хорошо сложится, то вы очень сильно ошибаетесь. При подготовке нужно учитывать большое количество моментов. Я уже не говорю о том, что тезисы, да? Подготовьте, помимо речи, ещё и тезисы. Если глава государства не стесняется пользоваться карточками, и карточками пользуются уже тоже не одно столетие, то уж, конечно, нам, простым смертным, что называется, тоже не зазорно, написать себе какие-то тезисы для того, чтобы не забыть, о чём говорить. Но, мало того, что не забыть, ведь у каждой речи есть цель и композиция речи, правильно? Что сказать в начале, что сказать первым, вторым, третьим. Как говорил, опять же, кто-то из опытных ораторов, он говорил, что в последнюю очередь нужно говорить самый весомый аргумент, а маловесомый аргумент и нужно где-то там спрятать в серединке, что называется. Да, это тоже какой-то аргумент, какое-то важное подтверждение, может быть факт какой-то, но самое весомое, что вы знаете, точно людей, как говорится, достигнет их ума и может перевернуть их сознание, нужно ставить в финал. Так вот, как расположить части своей речи, да, это и называется композицией. Структура выступления обязательно, конечно, есть вступление, есть основная часть, есть заключение, но вот этого как-то люди обычно придерживаются, даже новички здороваются, говорят, о чем будет выступление, но вот с финалом как-то, вот я смотрю по своим студентам, они тоже пишут речи, они составляют тезисы, мы с ними проговариваем, репетируем прямо на занятии, но они получают домашнее задание. И я смотрю и радуюсь, вот оно вступление, вот оно налаживание отношений для коммуникации, да, со своим зрителем, со своим слушателем, вот она основная часть. Упс! А где же заключение? А в заключении очень часто бывает, как в том мультике, помните? Ну вот как-то так. Где обобщение? Подведение итогов какое-то? Где призыв? Конечно, у речей разного характера, разного типа может быть разный финал. Тем не менее, он должен быть, иначе цель вашего выступления может быть не достигнута. Так вот, мало написать речь, да? Желательно составить... Вот сейчас подвожу итог, что называется, да? Желательно составить, написать тезисы. Как говорится, очень важно произнесение, произнесение и ещё раз произнесение. То есть прорепетировать свою речь. Причём прорепетировать её не читая, а именно пользуясь тезисами. Третье. Обязательно подготовить место для выступления, технические средства, попробовать. Попробовать выйти к месту своего выступления или, если это онлайн, на видео, соответственно, свет, звук и всё остальное. Вот. Ну и перед самым выступлением, скажем так, да? Подготовьте свой речевой аппарат, чтобы вы не сбивались, чтобы у вас чёткая была речь. Потому что очень часто случаются такие вещи, да? Человек не подготовился, там, скороговорочки не проговорил, артикуляционный аппарат не размял, не разогрел, и в итоге... И одно слово не выговорил, и второе не выговорил. И таким образом, вот где-то проглотил концовочку. И вроде бы интересная речь, но какие-то её фрагменты остались, что называется, белыми пятнами для слушателя, зрителя. Так что подготовка к публичному выступлению это не раз, два, три. И как в кино, не получится на самом деле в жизни. Поэтому меньше смотрите художественные фильмы, потому что там обычно, как говорил мистер Фёст, монтаж, да? То есть какой-то фрагмент, да, подготовки, упускается обязательно. И вы смотрите, вроде готовила-готовила, упс, вышла, и так замечательно всё рассказала, всё у неё хорошо получилось. Это монтаж чистой воды, знайте об этом. И вот эти элементы подготовки не упускайте. Существует, собственно говоря, три способа подготовки, да? Просто продумал речь перед тем, как выйти выступать, и вышел. Если вы так умеете, поздравляю вас, вы профессионал! Если вы... Второй способ, да? Даже если написали, составили тезисы, и по этим тезисам ориентируйтесь. Поздравляю вас! Вы на хорошем уровне, скажем так. Вы на высоком уровне. Ну, и те, кто просто написал речь, вышел её и прочитал, это оратор, начинающий, прямо так скажем, и путается, и не помнит, что уже сказал, а чего ещё не говорил. Ну, и если скомкал в финал, то это вообще тяжёлый случай, как говорится. Поэтому будьте бдительны и не пропускайте этих элементов, этих ступенек, этих шагов при подготовке своего публичного выступления. Помните, что публичная речь это только часть от публичного выступления. Надеюсь, что вам было полезно меня послушать? О, я же задумала провести вебинар. Вебинар у нас будет 24 числа, то есть это будет точно так же в среду, в это же время, на всех своих страничках социальных сетей я размещу, соответственно, ссылочки на этот вебинар. Так что приходите, я думаю, что будет интересно и полезно. приходите в следующую среду. А с вами была Елена Литвиненко, тренер по ораторскому мастерству, преподаватель по технике речи. И на этом позвольте откланяться. Ну, и пока-пока. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok